Коронавирус захватил интернет. В сети то и дело встречаются советы по борьбе с заразой. Одни анонимные эксперты советуют есть и нюхать чеснок, пить горячую воду, другие убеждают людей пичкать себя антибиотиками. Каким образом вы защищаетесь от него, чтобы не заразиться? Молюсь. Моем ручки и не посещаем массовые места. Как обычно, лук, чеснок и все. Вот так больше ничего. Конечно, боимся. Мы же продавцы, работаем с людьми. Ну что? У нас текучка большая. Мы одеваемся тепло, кушаем более здоровую пищу, фруктопол, овощей побольше. Как бы никаких таблеток мы не пьем. Медики сходятся во мнении. Большинство советов из виртуального мира неэффективны. Реально действующие варианты можно счесть на пальцах одной руки. Но с их помощью точно можно защитить себя, близких и друзей. Всемирная организация здравоохранения одобряет употребление чеснока как здоровой пищи, которая обладает некоторыми антимикробными и антибактериальными свойствами. Но уповать на чеснок как на единственную меру профилактики коронавирусной инфекции не стоит. Что касается применения антибиотиков, то их используют для борьбы с бактериями. И при заболевании коронавирусной инфекцией они не помогут. А в настоящее время нет никаких убедительных данных о том, что горячая вода или применение высоких температур относительно человека может помочь в профилактике коронавирусной инфекции. То же самое касается и холодной воды и низких температур. Вирус прекрасно сохраняется при воздействии низких температур, но с наступлением летнего периода и повышением солнечной активности мы все-таки рассчитываем на то, что активность вируса будет немного ниже. Защитную маску можно сделать своими руками. Получится в разы дешевле промышленного варианта. Понадобится бинт, марля и вата. Внутри полупрозрачной ткани укладывается кусок ваты и оборачивается в три слоя. Формируются завязки. Такая повязка должна охватывать нос, рот, подбородок и сменяться каждые три часа. Ее можно стирать. Прежде чем надевать снова, изделие следует отутюжить. Способ дезинфекции, основу его составляет влажная уборка. Если у вас дома есть больной человек, стоит 2-3 раза в день проводить влажную уборку, протирать поверхности. Можно применять средства бытовой химии. В домашних условиях приготовить антисептик невозможно. Надо применять те средства, которые есть в торговой сети или в аптечной сети. Тем временем число инфицированных COVID-19 в мире составляет более 198 тысяч человек. Количество жертв заболевания достигло 7 948. Полностью выздоровели более 81 тысячи человек. Первые случаи заражения обнаружены в Черногории. Теперь вирус зафиксирован во всех странах Европы. Из-за него отменили Евровидение. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов, Бобруск, 360.